так тема сегодняшнего урока sd-карты что это такое это такие вот карты памяти которые используются в мобильных устройствах таких как телефоны смартфона планшеты фотоаппараты значит по большому счету вот sd-карты это та же самая флешка только без usb разъема вопрос зачем было придумывать какие-то sd-карты если можно пользоваться флешками значит у флешек есть usb разъем и вот через usb разъем флешку в телефон вставлять неудобно потому что ну это будет занимать очень много места вот компактность устройства потеряется и поэтому нужно было придумать какой-то вот способ добавления памяти в телефон вот но без usb разъема вот придумали такие карты памяти они очень компактные давайте вот откроем значит вот такая вот пластиночка размером примели приблизительно два сантиметра на три сантиметра значит тонкая где-то может быть миллиметр толщиной значит с обрубленным одним краем для того чтобы не перепутать какой стороной вставлять значит здесь вот у нее есть с одной стороны такой переключатель который если передвинуть в состоянии лог вот здесь вот написано на ней лог не знаю видно ли вам или нет в общем написано по-английски здесь лог что означает закрыть вот если вот этот переключатель передвинуть состояние лог то тогда по моему на карточку нельзя будет ничего записать и удалить с нее тоже нельзя будет ничего вот но это сделано для того чтобы вот файл важные файлы случайно не повредились но точнее пользователь его случайно не удалил значит я этим переключателем ни разу не пользовался но иногда так бывает что вот вам кто-то дал карточку вот вы и вставляете она не вообще ничего не записывается там и не удаляется с нее как-то странно на себя ведет так вот в этом случае лучше ее вынуть и посмотреть в каком положении вот этот вот переключатель стоит так значит давайте о параметрах вот этих вот sd-карт поговорим значит здесь вот информация об sd-картах будет пересекаться с моим прошлым уроком о флешках поэтому вот будет будет небольшое повторение так значит производитель имеет смысл покупать известного производителя вот потому что известный производитель сделает карточку побыстрее понадежнее но самое главное понадежнее потому что очень обидно когда вот вы например там на фотоаппарат сделали кучу и кучу интересных фотографий и вставляете в компьютер sd-карту и она не работает очень обидно в общем известные здесь производители и надежно этого трансэнта кингстон значит это мое такое как бы личное мнение основанное на опыте и вот основано там на отзывах других людей в общем если бы я убирал sd-карту я бы взял вот этих двух ну потому что они вот эта компания которая специализируется вообще на изготовление памяти так про остальные ничего не могу сказать вот сейчас не особо слежу за рынком вот знаю вот 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 эти две стоя стоящие компании в общем рекомендую так идем дальше значит тип карты памяти значит вот смотрите sd это вот сокращенно tq digital то есть вот этих вот из дэшик здесь вот три разных поколений вот остальные это вот совершенно другие типы карт памяти которые вообще с с дэшками несовместимы значит откуда они вообще берутся вот раньше было этих карт памяти очень много то есть каждый производитель например там не знаю какая-нибудь компания выпускает свой фотоаппарат и свой тип карт памяти в него вставляет это было жутко неудобно потому что ну карты памяти друг от разных устройств не подходили друг к другу но сейчас вроде бы все хорошо с дэшки вытеснили все остальные карты памяти поэтому о них я наверно вообще рассказывать ничего не буду вот единственное хочу сказать что вот есть просто из дэшки вот а есть так где они тут микро из дэшки вот они значит вот здесь вот хорошо показано на картинке значит вот это вот микро из дэшка то есть вот чаще всего в телефонов как раз вот такие используются потому что но место там в телефонах в обрез нужно сделать все компактно а вот это вот сверху это такой вот специальный адаптер то есть если например у вас есть микро из д карточка то ее можно вставить вот в этот адаптер и уже использовать как обычную из д карту так идем дальше а ну вот значит смотрите почему здесь три разных из дэшки просто sd sd hc sd xc что это такое это разные поколения вот этих вот карт памяти значит википедия нам говорит что вот просто из дэшки это карты до 4 гигов sd hc это до 32 и sd xc до 2 терабайт кошмарная цифра вот ни разу не видел карты памяти такие такого объема так чаще всего вот вот на данный момент вот то вот такие вот у нас распространены до 32 гигабайт я считаю что для мобильных устройств в принципе за глаза и за уши хватит так а есть вот такой вот момент вот эти вот sd hc как бы вот новое поколение этих вот sd карт она не всегда работает в старых старых устройствах например если у вас старенький телефон то вот он в нем это sd карточка может не работать поэтому придется покупать вот такую вот обычную из дэшку они еще в продаже есть но вот видите их очень мало всего 16 против там 133 hc так ладно идем дальше объем памяти но тут все понятно кому-то нужно много памяти там для своих нужд кому-то в телефоне хватит одного гигабайта вот тут вы выбираете на свой вкус как бы в зависимости от своих потребностей ну естественно чем больше памяти на sd карте тем она дороже так скорость чтения данных и скорость записи данных грубо говоря насколько это из дешечка будет быстрой значит конечно же чем быстрее тем приятней потому что но работа устройства не будет тормозить по каунтам например вот фотоаппарат вот он делает фотографию и вот начинает скидывать ее на sd карту если sd карта медленная то будут там небольшие тормоза в работе поэтому лично я люблю всегда покупать sd карты максимальной скорости кстати скорость sd карт она измеряется по классам так то есть чтобы не запоминать мегабайты в секунду вот придумали разные классы скорости значит смотрите вот sd карта 2 класса скорость записи не менее двух мегабайт секунду 4 4 значит вот 10 10 мегабайт секунду значит я в продаже видел только 10 вот это вот 16 я что-то пока в продаже не видел если бы были купил бы этого так купил вот максимальное что было 10 класса значит разница в цене да конечно такая ощутимая по-моему от из дышка второго класса стоит в два раза дешевле чем с дышка десятого то есть вот примерно вот такая разница в цене так вот кстати хорошая картинка просто sd micro sd и вот 5 рублевая монетка чтобы оценить размер этих карт так что у нас дальше там идет объем так not есть еще такое понятие как надежность этих sd карт но вот она как-то вот косвенно сопоставимо с производителем то есть вот может быть этого как бы самовнушение но вроде как утра цены и кингстона карты понадежнее то есть в один прекрасный момент там или например даже через неделю они не сломаются так что еще хотел а ну да значит есть такие устройства картридера картридера бывают внешние и внутренние вот такой картридер это вот он вставляется в системный блок вот я не знаю видно ли вам вот на этой стороне у него но вот здесь вот хорошо показано что вот с одной стороны картридера вот куча разных разъемов под разные форматы вот этих вот карт памяти вот здесь вот мы видим sd-шка вот это вот микро sd-шка вот это вот я даже не знаю что это за форматы карт памяти они ну как я уже говорил уже практически не популярны значит вот это вот как бы картридер который вставляется в корпус системного блока есть картридере usb вот например мы видим да вот можно сюда вставить любую карточку памяти вот подключить к через usb к компьютеру и прочитать ее содержимое там так есть картридеры вот такие вообще очень интересные вот как флешки смотрите то есть вот картридер размером с флешку с одной стороны в него вставляются карточки памяти он тоже может поддерживать кучу разных форматов этих карт памяти вот вставляем карту памяти в картридер потом картридеры вставляем системный блок и мы можем эту карточку прочитать так ну давайте посмотрю что еще не сказал да вроде бы все сказал